Всем привет дорогие друзья, канал Skycrawler, у нас Detroit Become Human, продолжаем, в прошлой части мы нашли перепихон, в котором скрываются такие же девианты, играли мы за Маркуса, сейчас погнали посмотрим кто у нас. 6 ноября 2038 года. Помириться с лейтенантом Андерсеном. Смотрим сразу вокруг, потому что, блин, чтобы не особо ничего не пропустить. Твоя прошлое железная наводка стоила мне недельной зарплаты. Да ладно, это другой случай, 100% гарантия, не ошибёшься. Ну-ну. Так, смотрим. Дата рождения, безработные сведения о своеме с незаконным игорным бизнесом, мошенничество. Ну что ты пристал? Не понимаешь нормального языка? Не надо за мной везде ходить как пудельный. Прошу простить моё поведение в участке. Я не хотел вам грубить. Ух ты. Это ты сейчас включил программу, лёгкий подхлимаш. Лежу у вас там в Киверлайп, всё подумали. Пожалуйста. Так, Гарри Кейс, сведения о своем месте, сопротивлении аресту, нарушении гигиенических требований. А, спасибо, умираю с голодом. Только робота убери. Хех, без шанса. Он везде за мной ходит. Видал? Этот человек занимается нелегальными азартными играми? Да. Вы сделали ставку? Да. Часто туда обедаете? Почти всегда. У Гарри лучшие бургеры в городе. Когда мы сегодня гнались за девиантами, почему вы не пустили меня через хайвей? Тебя бы сбили насмерть. Заполняй потом тону бумажек, опорчи оборудования. Вы хотите узнать что-то обо мне? О нет, хотя... Да. Почему ты выглядишь как придурок и говоришь странным голосом? При создании андроидов Киберлайф учитывается фактор восприятия. Мою внешность и голос специально разработали для гармоничной интеграции. Ну, ну ладно. Позволите личный вопрос, лейтенант. За что вы ненавидите андроидов? Есть причины. Рассказать вам, что известно о девиантах. Читаешь мои мысли? Валяй. Иногда в программном обеспечении некоторых андроидов происходит мутация, что приводит к эмуляции человеческих эмоций. Попроще. Можно? Эти эмоции не настоящие, но они вызывают противоречащие друг другу команды. И андроид может стать непредсказуем. Да, эмоции всегда все портят. Видать, вы не так сильно от нас отличаетесь. Ты уже работал с девиантами? Да, приходилось. Девиант угрожал спрыгнуть с крыши с заложницей. Девочку я спас. То есть ты хорошо подготовился, да? И типа, все теперь про меня знаешь? Я знаю, что учебу вы закончили с отличием. Быстро сделали себе имя и стали самым молодым лейтенантом в Детройте. За последние годы получили несколько дисциплинарных взысканий. Проводите много времени в барах. Ну и каков твой вывод? Работа с человеком, который имеет сложную личность, несет в себе трудности. Но адаптация к человеческой непредсказуемости – одна из моих функций. Поступило сообщение о возможном девианте. Это в соседнем квартале. Я намеренно молчал весь этот диалог. Ну, чтобы не нарушать связи. Мужик так странно. Что же у него за проблемы такие? Почему? Ладно. У тебя батарейки сели? Извините. Я отправлял рапорт в Киберлайф. Ага. Ты так и будешь торчать в лифте? Нет. Я иду. Так, теперь я договорю. У мужика какие-то явные проблемы с андроидом. Плюс взыскания. Он же там был чуть ли не один из самых успешных, как я понял. Один из соседей, кто слышал на этом атаке. Уже странные звуки. Тут вроде бы никто не живет. Но он видел человека, который... И прятал под шапкой диод. Господи, если мы будем разбираться с... Сизый голубь принадлежит нескольким странам. Это странным звуком. Людей не хватит. А ты что, правда отправлял своим рапорт из лифта? Верно. Есть тут кто? Откройте, это полиция. Держись за мной. Есть. Так, быстро за ним. Это что за хрень? Господи, ну и ванища. Похоже, зря притащились. Подождем, забылиться от диких животных. Корм. Так, вижу. Раз, два, три, четыре, пять. Все, осмотрим. Блин, сколько тут голубей. Не ест. Значит, девиант. А теперь вернемся назад по квартире и посмотрим, что у него здесь. Так, армейская куртка, секонд-хенд, инициалы пяти. РТ. Видимо, инициалы. У него инициалы на одежде? Типа как мамка в детском саду. Так, удостоверение. Рупер Тревис. Подлинность поддельная. Эти права поддельные. Круто. Хоть не зря приперлись. Так, в ванну. Раз, два. Всего два. Начнем осмотр отсюда. Голубая кровь. Модель ВБ-200. Старенький. И отрезанный чип. Биокомпонент. Дата активации 6.11.2028. В раковине лежит диод. Ну, конечно, это был андроид. Человек не стал потерпеть колубин. РА-9. Такие же надписи, как у чувака. А у этого сумасшедшего, который бобра зарезал. Ты знаешь, что это? РА-9. Написано 2471 раз. То же самое написал андроид-артисты на стене в ванной. Что значат для них эти символы? Как будто какие-то лабиринты. Деревянный стул недавно сдвигали. Следы птичьих фекальных масс. Так, открытый фломастер. Не засох. Использовался недавно цвет. Полуночное настроение. Черный. Реконструировать. Так, подземельный недавно был здесь. Упал со стула. Быстро побежал. Так, нет. Ай, ненавижу я этих тварей. Блин, как прикольник. Столько много. Так, UFD. Смотрим, что такое UFD. UFD. Urban Farms of Detroit. Так, плакат городской фермы. Поля в самом сердце города. Acre Avenue, 265 Detroit. Так. Уголок плаката. Изготовленный из переработанной бумаги. Недавно был перемещен. Убираем, смотрим. А там, наверное, он прячется. Так, взять. Дневник, что ли? Бумажные книги. Думал я последний кретин, который таких... Так, посмотреть. У электронной читалки нет аромата. У нее и страницы не желтеют. Нашел чего? Так, шкаф. Не уверен. Как будто дневник, но не разобрать. В коридор. Птичий корм. Клетка. Нихренаж тебе. Этот псих. Так, следы птичьих фекальных масс. Нет отпечатков пальцев. Так, следы царапим недавние. Следы оцинкованной стали. Сломан недавно. Сто процентная нержавеющая сталь. Давайте посмотрим, что это было. Так, поехали. Так, он убегал. Он ее задел. Так, слышал, как мы вошли. Кресло. Ага. Вон куда он делся. Где кресло? Вот оно. Так, стоп. Подождите. Давайте в коридор выйдем. Пока нас не заставляют особо ничего делать. Ладно, пошли. Раз там не дают ничего сделать. Истите, сраные голуби. Ну, чего ты ждешь? Лови давай. Ну... 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 чуть не просрал вот сука ну от меня так просто не уйдешь давай беги давай ну что же ты делаешь ну охренеть и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, Руберт сбежал, но зато я спас чувака Спасти Хэнка Ачивка... На самом деле эпизод отличный Немножечко непонятно одно В финальной сцене, как вы видели, рядом был... Не дроид, а коптер Ну, летал коптер Что мешало запустить коптер? Просто отследить и выгнаться дальше Ну, вот эти вот нестыковки на самом деле убивают всю атмосферу Жаль, конечно Отличный был, вот просто отличный уровень Но вот такая вот фигня Ладно, друзья, все, до следующей серии Всем пока